Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Таня из Англии. Сегодня хочу вам рассказать о плюсах и минусах работы в Англии. Ну, конечно же, начнём с плюсов. Первый плюс, который я считаю очень-очень важный, особенно если вы живёте в каком-то большом городе, ну, может быть, даже не очень большом городе, ну, конечно, если вы не живёте в деревне, а именно в городе, то работы в Англии здесь достаточно много. Особенно это разные орихаусы, разные фабрики, может быть, есть работа на складах, и её, конечно, очень-очень много. Я считаю, что это большой плюс, но если вы живёте где-то в деревне, то в этом плане посложнее. Второй момент тоже, я считаю, плюс. На многих фабриках и заводах зарплату дают каждую неделю. Это тоже замечательно. Особенно если вы только приехали в Англию, и вот вы, например, отработали неделю, то на следующей неделе, например, наша фабрика платит в четверг, есть фабрики в пятницу, вы уже получаете зарплату. Вы отработали неделю, и вы можете получить уже зарплату. Не нужно ждать целый месяц. Ну, хотя иногда где-то платит и один раз в месяц, но чаще каждую неделю. Я считаю, что это большой-большой плюс. Дальше, следующий плюс. Если вы работоспособный, вы выносливый человек, то вы можете работать овертайм. Что такое овертайм? Вы сверхурочно, и вы будете получать зарплату за каждый час, который вы работаете. Так как Англия платит не какую-то ставку определённую, а именно Англия платит за каждый час. Например, вы отработали 40 часов, то вам заплатят за 40 часов. Если вы отработали 50 часов или 60, есть люди, которые работают даже по 72 часа в неделю. Ну, понятно, что это очень выносливые люди. Возможно, это мужчина, но может быть даже и женщина. Но я лично никогда не работала, мой муж работал. Были моменты, когда он работал даже по 72 часа. Ну, это было недолго, но были и такие моменты. И, конечно, каждый час Англия вам будет оплачивать. Если у людей такие обстоятельства, что им нужны срочно деньги, то можно работать сверхурочно. Есть такие заводы, фабрики, когда вы работаете овертайм и работаете больше. Или, например, вы работаете в воскресенье, но не везде. Ну, где-то платят больше. Иногда идёт полтора уже такая ставка. Или даже идёт дабл. Это двойная оплата. Ну, или иногда бывает, например, от 40 часов до 40 часов платится одна сумма, после 40 часов уже другая. На нашей фабрике от 42 часов уже идёт другая оплата. Я считаю, что это тоже очень большой плюс для Англии. И работы всегда хватает. Но если вы хотите получить работу какую-то офисную или в магазине, ну, или ещё где-то, в банке, то это немножечко другая тема. И я сейчас говорю просто для людей, которые приезжают только в Англию, и они, например, не знают английского языка. И вот мы плавно переходим ещё к одному плюсу. Во многих фабриках принимают на работу без знания английского языка. Я тоже считаю, что это очень большой плюс. Я просто даже себе представить не могу, если бы, например, в наших странах, в странах бывшего Советского Союза, так скажем, и человек приехал, который не говорит на языке этой страны, то он, наверное, никуда не может устроиться. На работу хотя бы надо, ну, как-то по-простому, но разговаривать. То в Англии иногда человек приезжает, он даже не знает, как представиться, и его берут на работу. Но хотя бы, конечно, ожидается, чтобы вы знали элементарные какие-то фразы. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты? Например, where from? Это откуда ты? How old are you? Сколько тебе лет? Ну, хотя бы какие-то вот такие самые-самые простые фразы. Но всё-таки нужно знать. Но бывают такие периоды, когда не нужно даже и этих фраз. Потому что ты работаешь на работе, ты делаешь какую-то определённую работу, и тебе не нужен английский язык. Я считаю, что это большой-большой плюс. Англия, ну, страна такая, очень терпеливая, и поэтому они готовы даже вас брать на работу без знания языка. Вот тоже такой жирный, так скажем, большой плюс. Но это мы с вами сейчас поговорили о плюсах Англии. Ещё один плюс, тоже очень важный момент. Даже у меня в комментариях спрашивали, может ли такое, что, например, вам могут не заплатить? Если вы официально устроены, то такого в Англии не произойдёт. Не будет такого, что кто-то вас скинет и вам не заплатят. Если вы где-то там неофициально, где-то что-то договорились, ну, может быть, и может такое быть, и были такие случаи. Но если вы идёте через какое-то агентство и устраиваетесь на работу, то никогда такого в Англии не было, и, я думаю, не будет, чтобы вам не заплатили зарплату. Но даже по какой-то причине, может быть, какие-то ваши данные потерялись, потому что в каких-то предприятиях вы записываете фамилию, ну, может быть, потерялся листочек, ну, человеческий какой-то фактор, то обязательно на следующей неделе вам сделают перерасчёт. И это очень важный момент. Поэтому не переживайте. Вас здесь обманывать никто не собирается. Англия – это достаточно честная страна. Хотя бывают случаи, когда люди просто тет-а-тет договариваются на работу и могут кинуть, не заплатить. Были случаи. Но официально, если вы устроены, такого не произойдёт. Не бойтесь работать сверхурочно. Такой момент. Вот такие плюсы. Я говорю со своей позиции. Возможно, для вас это не плюсы. Для меня это плюсы. И это мои какие-то вот такие личные наблюдения. Я никого не спрашиваю, чьё-то мнение. Это моё личное мнение и мой опыт жизни Англии. Шесть лет живу в Англии и делюсь своим опытом. Но теперь поговорим о минусах. Есть ли минусы? Ну, конечно, как и везде, тоже существуют минусы на работе. Первое. Все эти фабрики, заводы – это, конечно, физический труд. Если, например, вы всю жизнь проработали в офисе и тяжелее ручки, такая фраза, да, не держали, то, возможно, особенно первое время, вам будет непросто работать физически. Ну, если у вас нет английского языка, ну, если у вас прекрасный английский, какое-то есть образование, то, возможно, может быть, вы тут тоже будете учиться. И тоже вы должны понимать, что даже если у вас там 3-4 высших образования в вашей стране, вы сюда приезжаете и тоже должны учиться. Вот. Не так-то просто. Не то, что в каждом офисе вас ждёт. Иногда люди с образованием, с хорошим, и даже, может быть, с английским хорошим, поначалу тоже работают на физическом труде. И это нормально для Англии. У нас тоже многие люди даже с английским тоже работают физически. Даже сами англичане тоже, они не все сидят в офисах. Многие англичане тоже работают физическим трудом. Так же, как и в наших странах. Вот. Поэтому это физический труд. Можно ли это назвать минусом? Ну, для кого-то это будет минус, для кого-то это будет плюс. Если человек, например, всегда работал физическим трудом в своей стране, то для него, приехав в Англию, ну, ничего не меняется. И он не скажет, что это минус. Для офисных работников поначалу это может показаться минусом. Такой момент. Второй минус, который я считаю, в основном все фабрики, заводы работают с 6 утра. Значит, соответственно, вам нужно вставать или в 4 утра, или в 5 утра. Все зависит от того, где вы живете и сколько времени вам нужно для того, чтобы собраться. Кто-то тоже может это сказать, но для меня это не минус. Я жаворонок, я встаю и в своей стране очень рано, в 4-5 утра. Для меня это не проблема. Для кого-то это большая-большая проблема. И вставать рано очень-очень сложно. Вот. Сами считайте, плюс это или минус. Такой момент. Дальше. Еще бы какой минус бы я сказала. В основном на всех этих фабриках, заводах стоячая работа. Значит, вы должны понимать, что как минимум 8 часов вы будете стоять на ногах и работать. Например, для молодых это не составляет труда, потому что молодость есть молодость, но люди, которые постарше, порой им непросто именно целый день стоять. Есть даже вот возьму нашу фабрику, где-то там внутри вы работаете, там нет ни одного стула. Вы просто будете стоя делать эту работу. Но где-то, возможно, можно где-то присесть, но на нашей фабрике нет. Или, например, у меня муж работал на других тоже фабриках, и там тоже нет возможности присесть. Да, конечно, есть перерыв. Два раза в основном. У нас вот по полчаса два раза. Это на брейк и динер. Так скажем, завтрак и обед. И в течение 30 минут вы можете посидеть и отдохнуть. Ну, иногда отпускают в туалет, если у кого-то есть желание. Но вы не думайте, что каждые полчаса вас будут отпускать в туалет. Ну, нет, конечно, это никому не понравится. Может быть, в течение дня один раз, может быть, вас могут. Я не считаю брейка и динера. Это завтрак и ужин. Ой, обеда где-то там в середине. Еще, может быть, один раз отпроситься в туалет. Но тоже, если будете постоянно-постоянно, ни одному менеджеру это не понравится. Если каждый час, каждые полчаса не отпустят вас. Я вам сразу говорю. Вот это тоже такой, может быть, отчасти минус в Англии. Ну, может быть, кто-то скажет, ну, разве это минус? Или, например, где-то я говорю плюс, и кто-то может сказать, ну, разве это плюс, это большой минус? Ну, допустим, да? Но это только лично мое мнение. Это лично мое наблюдение. Поэтому, возможно, если вы живете в Англии, или не живете, или вы планируете, напишите в комментарии про плюсы, про минусы. Согласны ли вы со мной? Может быть, вы не согласны со мной? И поэтому вы можете просто поделиться своим мнением. Возможно, есть намного больше плюсов, возможно, есть намного больше минусов, которых я не описала в этом видео. Но я просто сейчас вам такие самые-самые основные моменты рассказала. Но, если что, можно сделать и второе видео, и можем дальше поговорить о том, какие есть плюсы и какие есть минусы в Англии. Дорогие мои, вы на канале «Таня из Англии». Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, если вы впервые. Я делюсь на этом канале своим опытом. Но иногда просто показываю самую простую английскую жизнь. Например, природа Англии, или какие-то города английские, или просто мы можем иногда с мужем пойти в ресторан, или кафе, или английский паб, и я это тоже вам показываю. Но также и рассказываю о жизни, и делюсь своим опытом. Если вам это интересно, приглашаю вас на мой канал. Всё. Спасибо за внимание. Всем всего. Желаю только самого доброго и хорошего. Вы на канале «Таня из Англии». И до новых встреч. Всем пока-пока.